В этом году День Пограничника совпал с еще одной важной датой. 101-й годовщиной со дня образования Пограничная служба Беларуси. И пусть для истории это небольшой срок, для человека значительный. Двойной праздник начался с церемонии награждения. По традиции, те, кто служил или продолжает нести службу в погранвойсках, собрались на главной городской площади. Очередные воинские звания, нагрудные знаки, дипломы и ценные подарки вручили ветеранам, молодым офицерам, личному составу. В пограничной службе я уже 18 лет служу. В такой день, День Пограничника, конечно, всегда приятно получить служебную награду. Ну, конечно, волнительно было, нечасто получаешь, но все же приятно. Хотелось бы, конечно, всех пограничников поздравить с этим праздником, пожелать огромного здоровья, благополучия в семьях, добра всем. Праздник, который мы сегодня празднуем, он в сердцах многих. Не только тех, кто стоит в строю, но и тех, кто проходил службу в пограничных войсках. Вот мне приятно, как бывшему офицеру, сегодня было с утра принимать поздравления от тех, кто служил в срочную службу. Они служили под моим руководством 40 лет тому назад, но не забыли меня и поздравляют. Это вот самое, наверное, приятное. После церемонии награждения единой колонной в сопровождении военного оркестра сотни военных в зеленых фуражках прошлись торжественным строевым маршем по улице Ленина к мемориальному комплексу «Стражам границ». Здесь собрались сотни людей в зеленых фуражках, чтобы почтить память тех, кто погиб в боях за свободу и независимость нашей страны, кто свою жизнь без остатка посвятил охране границы. У мемориального комплекса «Стражам границ» ветераны погранслужбы и личный состав. Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского возложили цветы к подножию памятника. В этот день пограничники поздравляли друг друга и желали самого главного – чистого неба и чистой контрольно-пропускной полосы. От себя лично, от личного состава пограничной группы пожелать, в первую очередь, действующим пограничникам – это профессионализм. Наш век технологий, надо быть очень профессиональным человеком, и это уже стереотип сложился, что пограничники с собакой. Пограничники давно уже с техникой, определенной техникой, с вертолетами, с бронетехникой, с тепловизорами и так далее. Поэтому действующим профессионализмом, всем им здоровье, терпение, всего самого лучшего. Ну и ветеранам, в первую очередь, здоровье, передать богатый опыт, их богатый опыт нам, для того, чтобы мы более качественно выполняли задачи по охране государственной пограницы. Помимо охраны государственной границы, брестские пограничники борются с международным терроризмом и трансграничной преступностью, пересекают наркотрафик, ликвидируют незаконную миграцию, ловят контрабандистов. Благодаря их слаженной работе, Брест и брещане могут спать спокойно. За висекший год мы задержали порядка 172 нарушителей государственной границы. Через наши руки прошло 58 стран. Из них 26 были нарушителями государственной границы, 26 стран. Значит, 182 нарушителей государственной границы обеспечили выполнение задач по чемпионату мира по футболу. Значит, как я уже говорил, более 430 килограмм наркотических средств задержали. В этом году, вот у нас в мае, мы уже 230 килограмм задержали наркотических средств. Все на въезд в Республику Беларусь. Поэтому результаты сами за себя говорят. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Амбук-ТВ».